Ветеран Великой Отечественной войны из Новосибирска перечислил пострадавшим в Южной Осетии 150 тысяч рублей. Пожилой человек принял чужую боль как свою, продал квартиру и отправил деньги тем, кто в них нуждается. Подробности в репортаже Татьяны Козлицкой. За событиями в Южной Осетии Виктор Контантинович, ветеран Великой Отечественной войны, внимательно следил с самого начала боевых действий. Он человек, знающий о войне не понаслышке, поэтому и решил помочь жителям Сенвала. Чувство солидарности, что ли, с людьми, попавшими, значит, в такую беду. Ну и сироты остались, и, значит, погибшие, семьи погибших. 150 тысяч рублей для пенсионера сумма огромная. После того, как Виктор Константинович переехал в дом ветеранов, у него осталась однокомнатная квартира. Со своими детьми он давно потерял связь, поэтому наследников не было. Решил продать квартиру, а деньги перечислить пострадавшим в Южной Осетии. А чтобы не нарваться на жуликов, Звоним узнавал, в какую организацию надежнее перечислить деньги. Сбербанк поехали с представителем Красного Креста. Они дали свое письмо с реквизитами банковскими своими. Я сберкнижку выложил, значит, Сбербанк оформил это дело все. Виктору Константиновичу уже 83 года. Уже больше 15 лет он живет один. Не осталось ни друзей, ни родственников. Чтобы скрасить одиночество, общается с соседями. А на праздники, вот как первый год, пришли пенсию получать. Прямо целый, наверное, килограмм пять конфет принес. Подходите, подходите, женщине, подходите, угощайтесь, угощайтесь. По словам ветерана, он помогает другим ради славы и грамот. Хочет быть полезным людям. Татьяна Козлицкая, Денис Верещагин, ТВ-центр, Новосибирск.